Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Когда поспевает хурма, врачам меньше работы. В республике открыт сезон ярко-оранжевой ягоды. Здоровый и красивый голос – прямой путь к успеху. Дагестан посетила ведущий специалист Ханиат Ри. С экспертом встретилась и наша съемочная группа. Самая большая мечеть в Европе. В Духовном центре имени Торока Исы работы идут активными темпами. Четыре поединка и уверенная победа. В Дагестане встретили победителя по смешанным единоборствам Ахмеда Хиздриева. Подробнее в нашем спортивном блоке. За межнациональный мир и согласие. Республиканская конференция под таким названием прошла в Доме дружбы. Основная тема – главное событие последних дней. Беспорядки в Махачкалинском аэропорту. Для обсуждения вопроса и обмена мнениями были приглашены представители общественности и научной интеллигенции, чиновники, а также журналисты и блогеры. Главными спикерами мероприятия стали глава региона Сергей Мериков и в муфте Дагестана шейх Ахмад Афанди. Духовный лидер республики в своем выступлении еще раз подчеркнул необходимость мирного решения любого вопроса. Митинги и акции протеста всегда приводят к плачевным результатам. То, что начинается с малого, может закончиться большой трагедией, подчеркнул шейх и привел несколько убедительных примеров. В 2009 году я в Сирии был, ну как раз до войны. В одном городе Хемси 4 миллиона жителей был Хемси. Город процветал. Там похоронен 800 сподвижников. Представляете? 800 сподвижников. Из-за этого даже стоит целый город уважать. Заслуживают они такого уважения. После этого, через определенное время, ну уже после войны, наверное, мы одного алима, богослова, вы все знаете, Мустафа, Бога, мы пригласили сюда. Его пригласили за то, что наши дагестанцы, которые даже не признают духовное управление, они его признавали. Чтобы человеком был он объединяющим, мы его пригласили сюда на два года, взрослого человека уговорили здесь преподавать. Он преподавал в мечетях, в аспирантуре нашей. И в них мы спрашивали, как все началось, как война, с чего началось. Знаете, он говорит, война началась с митингом. Вот, оттуда потухонку обороты набирало, и в результате вот этот город, Химс, в котором проживало 4 миллиона. А сейчас знаете вы, сколько проживают? 400 тысяч. Я не говорю уже о разрушенных домах, убитых, просто вот 4 миллиона проживают. И то, как проживают, я не говорю. Вот результат митинга и результат забастовки. В ДГУ состоялось открытие 25-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации университетов и научных центров прикаспийских стран. Участники научного форума подвели итоги работы объединения за прошедший год и также объявили о передаче полномочий президента Ассоциации ректору дагестанского вуза Муртазали Рабаданову. На мероприятие были приглашены и официальные лица республиканской власти. Ассоциация, конечно, играет очень важную роль в развитии научного потенциала, сотрудничества. Это даст возможность обмен опытом, обмен мнениями, что позволит внедрять инновации, делать совместные проекты. Поэтому, конечно, именно вот эта роль ассоциации, она, наверное, на мой взгляд, является важной. Мы уже четвертый раз принимаем Генеральную Ассамблею. И я думаю, что по многим направлениям, те планы, которые мы строим, по сотрудничеству среди университетов и научных центров прикаспийских государств, мы сможем в ближайший год претворить. Ну и, конечно же, у нас очень хорошие традиции сложились в части сотрудничества в образовательном процессе. У нас запущены совместные магистрские программы. В частности, мы подготовили весь учебно-методический комплекс по магистрской программе, связанной с экологией и Каспией. Ассамблея пройдет со 2 по 4 ноября. Программа включает в себя ряд панельных дискуссий, где участники обсудят вопрос развития различных сфер и историко-культурного наследия прикаспийского региона. В Дагестане сезон хурмы, особенно на юге республики. Такие села, как Чахчах, Тагиркент, Казмоляр-Самур и другие, славятся своими хурмовыми садами, простирающимися на сотни гектаров. Сейчас уборка этой культуры в самом разгаре. О том, как проходит сбор ягоды, расскажет Тамара Самедова. Ярко-оранжевая ягода со сладко-вяжущим вкусом получила основную прописку на юге нашей республики. В селах Магарамкенского, Сулеймонстальского, Кайкенского и Дерпенского района хурмовые сады есть почти в каждом селении. Уборочная пора этих культур началась в середине октября. Нана Фаталиева делится, что ее рабочий день обязательно начинается с пробы хурмы. Мой день начинается с хурмы. Прихожу, ем две штуки, три штуки для настроения. Собираем в день где-то за три дня хурму наполняем. Коллектив у нас хороший, веселый. Не первый год собираем. Каждый год приходим. Вот и настроение хорошее бывает с утра, когда поедим ее. Ее тут очень много. Даже бывает жалко выкидывать порой. Съедаем все равно. После того, как урожай собран, в село приезжают предприниматели, которые вывозят здешнюю плодовую продукцию не только на рынки республики, но и в центральные регионы нашей страны. Дерпенский хурма самый вкусный, самый красивый, самый сладкий, самый экологически чистый продукт. Я его не первый год ввожу, я его каждый год ввожу, отправляю. Этот раз я приехал за три фурмы. Три фурмы откажу, слава Аллаха, и отправлю, иншаллах. Тимур Габиба в своем селении Тагиркент Казмоляр еще в начале 2000-х годов разбил на одном гектаре сад. Он выращивает разные сорта хурмы. Такие, как хиакумы, хачиа, сидлыс и другие. Хурму я выращиваю 23 года, и за 23 года ни разу не оплескивал. Получается, ЭКЛГ чистая продукция. Хотя развитие хурмы в Дагестане начало в 2000 году, первый сад один гектар я заложил, среди 2001 года пошли массовые посадки. На сегодняшний день по Дагестану, по моим подсчетам, около 1000 гектаров. И по посадкам, и по урожаюм мы выходим на первом месте в России. Хурма – это крупная ягода, получается, биологически. Чем она отличается от других плодов и ягод? Смотрите, она экологически чистая продукция. И много там витаминов В, 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 витамин С и сахара, сахароза. Здесь сахара представляется фруктозой и глюкозой. Они легко осваиваются организмом человека. У Тимура также есть ботанический сад, где множество различных фруктовых и ягодных культур, а также лекарственных трав. К слову, у Габибова растет все то, что можно было бы добавить в чайный сбор букет самура. Как говорится, не хурмой единой. Дамара Самедова, Даот Гасанов, Новости ННТ, Маграмкенский район. Здоровый и красивый голос многих знаменитостей – ее заслуга. Дагестан посетила ведущий специалист страны в области фониатрии Екатерина Осипенко. В программе рабочего визита делегации – посещение медицинских учреждений, специализирующихся на лечении уха, горла, носа. Несмотря на насыщенный график, эксперт согласилась и на встречу с нашей съемочной группой. Подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Она по голосу определяет характер человека и даже может нарисовать его психологический портрет. Для этого достаточно всего лишь несколько минут общения вслух, как и в нашем случае. Мы можем получить очень много информации о человеке, о его состоянии, о его эмоциональном состоянии, об его образовании и о много чем другом только лишь по голосу, даже несмотря на него. Хочу с вами провести такой эксперимент по моему голосу. Возможно, вам не хватило времени ознакомиться с ним, но опять же попробуем. Может, какие-то личные характеристики? Конечно, во-первых, мы можем говорить о том, что есть правильная речь. Это уже выдает у вас человека с хорошим образованием. Есть определенная скорость речи. Мы можем здесь подумать о том, что вы такая эмоциональная, возможно, даже импульсивная девушка. И вообще, кстати сказать, вот такого плана характеристики, они с одной стороны могут выдавать человека, а с другой стороны могут, при правильном умении пользоваться, могут скрывать какие-то, может быть, нюансы. Список звезд, с которыми работает Екатерина Осипенко, довольно солидный. Фониатр показывает нам лишь малую часть фото знаменитостей, кто доверял ей свой голос. Среди них одаренные артисты с высокопрофессиональным вокалом, такие как Николай Басков, Филипп Киркоров и не только. Вот это в Евровидении как раз в Баку, недалеко, кстати, отсюда, в Баку, когда ездили бурановские бабушки. И я как официальный фониатор русской делегации, российской делегации, также работаю на этом проекте. К Осипенко за коррекцией и лечением обращаются не только эстрадные артисты, но и политики, журналисты и, конечно, обычные люди, которые понимают, что голос – это визитная карточка человека. Голос – это визитная карточка человека. И действительно, голосом, вот даже если мы вспомним такие известнейшие случаи представителей голоса речевых профессий, как Левитан. Вы помните, да, что Левитан – это было тождественной, его фамилия была тождественна победе в Великой Отечественной войне. Поэтому даже не зная ничего о внешности Левитана, люди всегда все буквально, советские люди узнавали его по голосу. Екатерина про голос знает все, ну или почти все, как с точки зрения эстетики, так и здоровья. Республику Осипенко посетила в рамках аудита лорслужбы. Цель – увидеть, проанализировать и найти пути развития от ариноларингологии в регионе. Дагестан, по мнению экспертов, субъект сложный. Заболеваемость уха, горла и носа здесь значительно выше, чем в среднем по России, поэтому подход нужен особенный. У северокавказских народов абсолютно с одной стороны языковые особенности, с другой стороны общая такая эмоциональность, импульсивность, которая, если мы заметим, то вообще люди общаются более экспрессивно, то есть характер экспрессии, количество экспрессии, оно значительно больше, нежели в центральной, допустим, России или в северных районах. Поэтому это абсолютно будет давать толчок к формированию нарушений голоса. Много случаев и с осложнением таких заболеваний. Связаны они зачастую, по мнению экспертов, с отсутствием ранней диагностики. Связано с этим много, очень много факторов. Это и природные факторы, инсоляция, и перепады давления за счет высокогорья. Но все эти заболевания, когда они, почему они становятся хроническими? Потому что, в первую очередь, они не выявляются на ранних стадиях. И больной достаточно поздно попадает уже в руки врачей. И вот здесь, конечно, хотелось бы улучшить эту службу, хотелось бы улучшить уровень диагностики. Та нехватка амбулаторного звена, а учитывая, что в Дагестане есть очень достаточно много труднодоступных районов и регионов, ну, районов в регионе, соответственно, вот именно эта доступность и немного страдает из-за того, что нет достаточных возможностей для диагностики пациентов на местах. О развитии фониатрии в республике еще одна цель визита. Всего один специалист на весь Дагестан и нет оснащенного кабинета. Многократно я об этом говорю. Наша республика, где мы имеем большое количество театров, начиная от русского и всех националистов театров, артистов много, учебных заведений много, средне-технических таких учебных заведений много, школ много, но фониатр нужен. С точки зрения оказания фониатрической помощи населению Дагестана есть нюансы, потому что вот на данном этапе пока мы не видим, не заметили ни одного фониатрического кабинета. Большое население, если пересчитать население, то здесь должно быть как минимум пять специалистов, которые бы работали, конечно, как минимум один фониатрический кабинет, официальный фониатрический кабинет, который в рамках все-таки республики должен быть, в моем представлении, не кабинетом, а фониатрическим центром, которым бы оказывалась помощь и пациентам с патологией гортани, с нарушением голоса, профессионалам голоса, детям и взрослым, пациентам, которые нуждаются в реабилитации после операции на гортани. Делегация из Москвы проведет в республике три дня. Эксперты ознакомятся с работами медучреждений, в которых оказывается амбулаторная и стационарная помощь по профилю от ареналарингологии. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят улучшить ситуацию на местах. Патемат Ханапова, Мугамин Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Работы в духовном центре имени пророка Исы, мир ему, продолжаются активными темпами. В настоящее время идет облицовка фасада крупной мечети декоративным камнем. Отметим, что площадь мечети имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, занимает почти 30 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут совершать молитвы и другие виды благослужения около 23 тысяч человек. Напомним, что возведение духовного центра началось в 2015 году. Основные объекты по плану будут завершены в 2024. И к новостям спорта. Дагестанский боец Ахмед Хизриев вернулся домой после победы на Кубке мира по смешанным единоборствам. Турнир по версии Номад ММА проходил в Казахстане. За право стать лучшим в городе Караганда боролись около 400 спортсменов из 12 стран. Воспитанник госцентра боевых искусств и тренера Закарьи Мусагаджиева провел 4 поединка, каждый из которых был по-своему сложным. Успеху предшествовал большой тренировочный лагерь в Таиланде и дома в Дагестане. Получилось нормально, все бои были такие нелегкие, везде давали дополнительный раунд. Самый тяжелый, наверное, был второй, наверное, или финал. Второй соперник неудобный был, высокий, и вот с ним такой тяжелый бой был. И в финале тоже хороший ударник попался. Откуда? Он с Казахстана был. Ну, он сам русский пацан, но с Казахстана. И вот с ним тоже у меня хороший бой получился. Но, хамду ля, удалось. В аэропорту бойца встретили его родные и близкие. Для 19-летнего спортсмена это пока самое высшее достижение в карьере. Победа на Кубке мира откроет перед ним новые перспективы и профессиональные карьеры. Пока у него два боя. Ранее Ахмед Хизриев выигрывал Кубок Азии, а также становился медалистом первенства России по тайскому боксу и кикбоксингу. Честно говоря, очень он меня удивил. Он хорошо отбоксировал, на характере все бои вытащил. Первый раунд наравне у него были, второй, третий. И там двух раундов бывает бой. И если сомнительные бои идут, добавляют часто уже третий раунд. Ну, на характере все раунды последние, ну, месяц, второй, третий раунд вытаскивал. И вот так все бои выиграл. Четыре боя выиграл. Но Мат-ММА, как я знаю, уже лет 10 или 15 она как существует, ее развивают. Она очень сильно развивается. Чем в прошлом году, в этом году она очень, так я не знаю, на высшем уровне была. Судейство, общие обстоятельства, атмосфера, все мне понравилось. Она развивается очень сильно. Основная база у него ударная база тайского бокса. В полном объеме тайский бокс, клинчевая работа и перевод парта. В основном ударник он у нас и больше всего доминирует тайский бокс. Потому что он в Таиланде тоже сборы проходил и там по тайбоксу тоже выигрывал бои. И по профессионалам там по тайскому боксу боксировал и выигрывал бои. И Дагестан выигрывал по тайскому боксу. И в этом направлении он дальше тоже продолжает идти. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также и в социальных сетях. Хороших всем новостей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин